Подтвержденным фактом является то, что климат на планете меняется. Причем меняется очень быстрыми темпами. И эти изменения в основном являются производными от астрономических процессов и их цикличности. Мы рассказывали в наших видео, что геологическая история планеты свидетельствует о том, что подобные фазы глобального изменения климата случались неоднократно, и что на эти процессы человечество на сегодняшний день не в состоянии повлиять, и к этим событиям нужно готовиться заранее, так как максимум, что имеет человечество – это несколько десятилетий. И подробнее на этом не будем заострять внимание в текущем видео. А поговорим о том, что человечество никак не собирается готовиться к предстоящим неизбежным катаклизмам. И как бы глупо с точки зрения логики это не звучало, наоборот старается ускорить предстоящие катаклизмы всеми возможными способами. Ученые из Великобритании, Германии и Нидерландов бьют тревогу о грозящей экологической катастрофе. Занимаясь изучениями насекомых, было отмечено стремительное вымирание их популяции за последние десятилетия. Специалисты из Германии, проведя замеры в 63 природоохранных зонах, обнаружили, что общее число насекомых резко сократилось на 79% за последние 27 лет. Предполагается, что за пределами таких территорий, где отсутствует защита животных и растений, ситуация намного хуже. Есть все предпосылки, что такая тенденция наблюдается также и в остальных частях Европы и мира, где развито сельское хозяйство. Человечество делает непригодным к существованию для животных, растений и насекомых огромные участки нашей планеты. Применяются гербициды, инсектициды, пестициды и различные химические удобрения в сельском хозяйстве. Насекомые составляют две трети всего живого на планете и играют ключевую роль в пищевых процессах и опылении растений. Потеря насекомых приведет к катастрофическим последствиям, обрушатся все экосистемы. Ученые заявляют, что экологический апокалипсис в таком случае неизбежен. В мировом обществе нужно срочно менять потребительское отношение к жизни на созидательный вектор. Ведь уже сейчас наблюдается утрата духовно-нравственной основы, той основы жизни, ради которой существует род человеческий. Межи до грани, ссоры до брани – вот конечный результат развития системы потребительского общества. Все это одни и те же программы системы, которые действуют везде однотипно. Между странами, между народами, между людьми, проживающими на одной улице и даже между людьми в одной семье. Но эти разъединяющие и разрушающие программы легко изменить на созидательные и объединяющие, если сами люди этого захотят и начнут объединяться. В помощь ученым и всем нам для глубокого изучения процессов, происходящих в микро- и макромире, вышла видеоверсия доклада «Исконная физика АЛЛАТРА». Знания исконной физики АЛЛАТРА помогают понять, что такое этот мир, из чего он состоит и какие реальные процессы в нем происходят не на уровне видимого мира, а на уровне элементарных частиц. Последние исследования международной группы ученых Международного общественного движения АЛЛАТРА показывают, что обладая знаниями «Исконной физики АЛЛАТРА», обществу под силу успешно минимизировать степень разрушительного действия стихии, сохраняя при этом самое ценное – жизни людей. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Подписывайтесь также на наш канал и будьте в курсе происходящих климатических событий в мире. Продолжение следует...